Как правильно воспевать цветы и имена? Ум, он же имеет свойство блуждать, все равно, как бы там ни было, то есть перескакивать с одной мыслью на другую. Концентрироваться на самом звуке постоянно в течение 16 часов очень сложно. Как его удерживать? У вас инициации нет? Нет, слава богу. Просто нет смысла говорить о воспевании, если у вас нет смысла. Нужно понять, что святое имя, оно не сходит. И мы своими материальным ртом, материальным умом, материальным сознанием не можем воспевать святое имя. В чем дело? Святое имя, оно не сходит по-милостки. И душа, она может соприкасаться с святое имя, потому что святое имя – это сам Господь. А с трансцендентом Господа можно соприкасаться только с трансцендентными чувствами. И для этого нам нужны трансцендентные чувства. Но нужно понять, что мы все по своей природе трансцендентны. То есть мы души трансцендентны. Почему мы не можем воспринимать? Потому что мы привыкли пользоваться исключительно материальными чувствами. Для того, чтобы обратно обрести этот вкус, вы должны соприкоснуться каким-то образом с трансцендентным звуком напрямую. Но без гуру вы не сможете это осуществить. Хотя писания говорят, что это возможно, но практически так не работает. То есть должна некая трансцендентная личность связать. Просто тот, кто не получил инициацию, не может с этого понять. Тот, кто получил, он знает, о чем речь. И дальше в процессе, когда живое существо начинает воспылать, оно понимает, что можно воспылать внимательно, избегать десяти оскорблений. То есть много-много вещей, которые живое существо должно научиться будет. И оно будет периодически соприкасаться с трансцендентной реальностью. Постепенно, постепенно вот это грубое материальное восприятие мира, материальное, к которому живое существо привыкло жить в этом мире, оно постепенно начинает рассасываться. То есть оно начинает уничтожать муру своим невидимым скальпом. Он обрезает с нас все эти материальные вещи. И постепенно душа вылечит. Нужно понять, что душа не узнает ничего нового. Она все это знает. То есть в священных писаниях ничего нового в душе не сказано. Все это душа и так знает. Задача очистить материальное сознание потребителя. То есть нужно понять, что душа очень трудно понимает, что она больна. Потому что само наличие материального тела говорит о том, что душа больна. И тело это экзема на трансцендентном теле. Понимаете, что мы будем изучать свое тело, и мы поймем, что это действительно болезнь. Потому что ничего нам хорошего в теле нет. Но тело может стать трансцендентом даже на этом плане бытия. Каким образом? Если его задействуют в служении. Поэтому первое, что необходимо, это связь с преданными, связь с Господом. Через преданное служение и воспевание Святого Миньего Господа. Кстати, я привез, такой он, где Роман дал 8 наставлений Гуру Дева. Очень просто это дело написал своей рукой. Ну, плакатов, сейчас написано его наставление. Вот нужно приклеить здесь, чтобы, ну, всем будет понятно вообще, чем мы занимаемся. Потому что, ну, многие думают, что мы там, какая-то организация, мы там, что-то там, руки вверх. На самом деле Гуру Дева вообще ничего об этом не знает. Он говорит, самое главное, это изучать Священное Писание, повторять свои имена, никого не критиковать. Избегать вашего нового аппарата. То есть, ну, очень простые наставления, понимаете, о чем речь. То есть, то, что мы должны научиться. И воспевание – это основа основ. То есть, без воспевания мы не сможем поджигаться по этому пути. Это очень хороший вопрос, как воспевать. Ну, просто для того, чтобы начать воспевать, мы должны подойти к моменту, что вам это необходимо. Пока вы не чувствуете необходимости, лучше не получать инициацию. Лучше заниматься, ну, тем, чем занимались. То есть, там, ну, можно книжки какие-то читать, можно, там, пытаться просто, ну, как бы повторять на демоверсии, скажем так. Просто воспевать Хари Кришна без инициации – это демоверсия. Понимаете? Ну, когда приходите в какую-то игру, ну, хотите купить, вам сейчас дают демоверсии игры. Понимаете? Ну, в компьютеры. Вот. Но когда вы действительно хотите в эту игру вступить, вы получаете доступ. Понимаете? Тогда вы входите в эту реальность. Поэтому пока у человека нет инициации, это просто демоверсия. Она может быть красивая демоверсия, можно долго ее рассматривать, но она все равно остается демоверсией. Вот. Как только вы будете готовы, готовы к полной игре, тогда вы получите инициацию и вступите на эту игру. Вот. Вы найдете гуру. Люди думают, что без гуру они могут практиковать духовную жизнь. Но это глубокая иллюзия. Это то же самое, то же самое. Я вам сейчас скажу, почему. Это то же самое, что сесть за вертолет или за самолет, по учебнику взлетать и потом садиться. Понимаете, о чем речь? Люди думают, что они все понимают, все знают. Но это просто глубокая иллюзия. Или там лечиться, допустим. В какой-то паре человек думает, что он вылезет с помощью поста, с помощью аскез, с помощью сыроедения. Это тоже иллюзия. В какой-то момент времени приходит такая болезнь, что человек не может лечиться без доктора. Что ему нужно вмешательство извне. Но это в свое время все приходит. Пока мы молодые, пока мы здоровы, все возможно с собственными усилиями. Но когда приходит час икс, душа она понимает, что без милости Господа, без милости извне, она вообще никто и ничто. В любой момент она может, что угодно с ней случиться, и куда угодно она может попасть. Такое резюме. Вы откуда вообще? Из шлямиста, просто у меня в другой духовной самбродае будет получена инициация. Она не будет иметь отношения к Гаудио-Вайшнавам. Почему не понятно? Ну, я поклонник северической культуры. Ну, понятия снижения. И я люблю читать махамантру, просто потому что мне нравится этот процесс. Знаете, что делать? Ну, вайшнавы, они не повторяют мантру, потому что им нравится этот процесс. А я не являюсь вайшнавом. Я скорее поклонница виничной культуры. Нет, я вам говорю о вайшнавах. Вайшнавы, они поклоняются святому имени, потому что они хотят унитворить Господа. Потому что самое главное в вайшнавизме, это не то, что Господь для нас, а мы для Него. Вот это моя поведение. Мы не осуждаем людей, что они живут какими другими принципами. Мы не осуждаем людей, что они хотят быть богами. Понимаете, что дело? В нормальной ситуации все люди хотят быть богами, если думать. Любыми способами. С помощью йоги, с помощью сыроедения, с помощью разных практик. Даже с помощью Варикришна Мухаммада. Но это все иллюзии этого мира. Разные планы, бакия. Бесконечный мир бесконечных игр с материальной природой, заигрывающихся. Понимаете, о чем дело? И люди, они говорят, да, мы уважаем вайшнавов. Но вайшнавы, они живут совершенно в другой плоскости. Просто, понимаете, что дело? Мы не вайшнавы, мы практикующие. Понимаете, о чем речь? Мы не святые. Мы люди, грешники, которых хоть в момент времени соприкоснулись с подлинными вайшнавами, представителями трансцендентного мира. Получили их милость. Понимаете, о чем речь? Просто в этом мире же есть не только люди. Есть еще трансцендентные пришельцы из трансцендентных миров. И просто нам почастливилось встретиться с определенными личностями, которые представители других миров. Понимаете, о чем дело? Ну, просто каждый может встретиться с ними, на самом деле. Потому что их не так мало. Но не все готовы. А в чем выражается неготовность, это нет желания. Пока у человека нет желания предаться Господу и полностью посвятить себя ему, пока для него Господь это развлечение, ничего не получится. Что должно в какой-то момент времени прийти, как правило, прийти к отчаянию? Есть категория людей очень маленькая, это любознательные, ищущие абсолютного знания. Но это очень маленькая категория людей. и, ну, как правило, большинство из них очень находятся в иллюзии, что они действительно этого хотят. Очень мало людей, которые действительно с прошлых жизней, может, осталась у них одна последняя жизнь. Они вот реально ищут вот абсолют, и они знают уже свои отношения с Господом, и они вот уже приединиться. вот. Это создаётся больше в этом мире, на самом деле. Можно мне спросить? Ну, это вот сказа, что мы для Бога, и там, допустим, мечтаю Бога в детстве, и начинаю об этом думать, что там, предложи мне свои результаты их трудов, там, допустим. Ну, это же вот, все вот это, и когда ты начинаешь думать, что мы для Господа, и вот это вот что-то ты предлагаешь, что происходит момент, что ты как будто игрушка. И вот, ну, ко мне точно такая мысль все равно приходит. Я начинаю злиться. Вот я, ну, просто вот, открою там, предайся мне, всё для меня, ну, как бы вот это вот всё. А я не понимаю, зачем тебе это надо? Вот, то есть, мои дела мелкие вроде всех. Ну, я там что-то делаю, это вся эта мелочь, зачем ему вообще это нужно? И как бы, вот это вот получается играние в бирюльки в меня. Мне от этого нехорошо. Да, ну, то есть, Бог же, он совершенен сам по себе, и он вообще, ему от нас-то ничего не надо, он ни в чём не нуждается. Почему? Мы ему, когда что-то посвящаем, ему это просто приятно, но он вот отрешён, обладает полной отрешённостью, но у него особое отношение к своим преданным, ну, так называемым. А что он хочет вообще, Господь? Чтобы преданный душ, да, вот эти искры, они о нём вспомнили. Зачем? Ну, сами подумайте, что Господу действительно от нас нужен? Переверём вопрос, а нам что нужно? Нам вернуться к нему. Зачем? Это источник. Нет, зачем? Чтобы не испытывать муки рождения, смерти, воплощения, и там, с одной планеты на другую, то вверх, то вниз, благочестие заканчивается, мы опять на Землю. Ну, это получится, но это бессмысленно, потому что вы можете находиться в этом состоянии освобождения безграничное количество времени, когда-то всё равно у вас вникнет желание наслаждаться, и придётся опять падать. Но там нет времени, поэтому то, что мы там находились, не будет никакого смысла, будет миг нахождения в Бармаджёте. помните, ну, другой момент, можно просто поставить себя на место Бога. Вот единственное, чем мы отличаемся от Бога, отличаемся, мы такие же трансцендентны, как Он, только единственное, Он всё, а мы атом вот этой трансцендентности. И как атом, мы, в принципе, хотим того же, чего и Он хочет. У нас возможности другие. Вопрос, чего хотим мы? Вот, ну, живя в материальном мире, вот, чего мы хотим, на самом деле? Чтобы все были счастливы. Главная мечта Гаудия Вашнау. Это не Гаудия Вашнау. Не Гаудия Вашнау. Не Гаудия Вашнау. Мы вопрос задаем любой душе. Что хочет материально заинтересованная душа? Гаудия Вашнау Вашнау. подождите, подождите, мы сейчас не говорим про Вашнау. Понимаете, мы не Гаудия Вашнау. Мы практикующие. Понимаете, нужно понять этот момент. Мы просто сейчас пытаемся выяснить вообще, чего хотят все души в этом мире. Счастье они хотят. Счастье. Они хотят счастья. Все хотят. Вы хотите счастья? Ну, а Ударь Адхама, тот наставник, которого я слушаю, он считает, что преданным. И там практикующим не надо счастья. Они хотят служить. Нет, нет. Не нужно Ударь Адхама брать. Не нужно ничего мнения брать. Вы скажете от себя. Вы хотите счастья. Не все равно. Бог иногда острее чувствуется в несчастьях. Молитвы царицы. Понимаете, если душе все равно, что сделает Господь? Он скажет, что мне тоже все равно. Поэтому ваша дорога там, а его дорога здесь. Но, а если душа, она все-таки хочет с ним вступить в взаимоотношения? На самом деле, души, они хотят счастья. Ну, если разобраться. Я, например, хочу счастья. Ну, я за себя могу сказать. Я ни от кого не говорю там, что тот или еще что. Я хочу наслаждаться. Я о чем делаю? Наслаждаться на уровне чего? На уровне какой субстанции мы хотим наслаждаться? Ну, нужно просто разобраться в себе. Не нужно там какие-то примеры из священных писаний. Нужно просто просто тупо подумать о самом себе вообще. Чего мы сами хотим? Разобраться в себе. Понимаете, что нет? Потому что это же наше. Понимаете, что дело? Наше законное право в этом разобраться. Не слушать пока что никого. Понимаете? Если вы будете думать, мы поймем, что все души хотят одного и того же. Они хотят отношений, построенных на любви. Абсолютно все души этого хотят. И безразличие никого не удовлетворяет. Понимаете, что дело? Ну, тошно приходить куда-то и смотреть, что люди такие, они тупые, как роботы сидят. Люди хотят общаться на уровне любовных взаимоотношений. Не на уровне страха, не на уровне справедливости, а на уровне любви. Понимаете, чем дело? Все к этому стремятся. Отношения между папой и мамой, дети, родители, друзья, возлюбленные. И все хотят, чтобы эти отношения строились на любви исключительно. Понимаете, есть ли это в этом мире? Понимаете, о чем речь? И если мы атом сознания, то можем предположить, что ему это тоже самое хочется. Единственное его отличие, что мы можем вступать в взаимоотношения во временном отношении точечно. То есть у нас все последовательно должно происходить. Понимаете, мы не можем общаться одновременно сразу с 5-10 человеком. Мы по очереди общаемся. Я могу с вами пообщаться. Потом следующие. Но это во времени будет все растянуто. А Господь, в отличие от нас, может общаться одновременно со всеми и всегда. Понимаете, ему не стоит проблема вот в этом. В этом звучит его безграничность, а наша ограниченность. И у каждой души есть законное право вступать с ним в эти любовные взаимоотношения, которые находятся исключительно в нашем сердце. Давайте. что дальше его сступает с нами в себя? Нет, просто этого хочет он и этого хотим мы внутри себя. Но из-за того, что мы сделали подмену некую сами в себе, он просто ждет. Представьте, вы кого-то любите, просто любите, а этот человек не хочет с вами ничего общего иметь. Если вы нормальный воспитанный человек, что вы будете делать? Вы просто будете ждать, правильно? Ну а что делать? Господь, он же не навязывается на самом деле, он просто ждет. Насильно мил не будешь. И он ждет, когда живое что, оно наиграется в этом мире, настрадается в этом мире, в конце концов обратиться к нему. И будет не просто предлагать ему еду какую-то, потому что это из чувства долга, или нужно не страдать в этом мире до сейчас освобождения. А когда она почувствует, что это действительно взаимоотношения, это любовные взаимоотношения на трансцендентном уровне, у нас просто слабые трансцендентные чувства, мы не можем общаться сейчас на сегодняшний день. Поэтому вопрос очистки нашего сознания, нашего сердца, это просто не моменты процесса, не то, что мы один раз посидели на лекции и все поняли, и все очистились. Это процесс многих жизней на самом деле. Понимаете, что мы делаем? Но есть возможность быстрее все это пройти, если мы встретимся с подлинным трансценденталистом в этом мире, у которого уже есть взаимоотношения, тогда все очень может происходить быстро. Просто здесь есть трансценденталисты, есть практикующие, есть разные категории джифта. Понимаете, в чем дело? Просто если у нас действительно жажда этого, Господь пошлет нам подлинного трансцендентного трансцендентного мира. Если жажда там чуть-чуть в материальном мире обеспечиться, чуть-чуть послужить, нам пошлют такого, который научит нас, как этим миром управлять, законы счастья нам создадут, скажут, как вот по законам жить, чтобы все правильно было, чтобы и в этом мире было хорошо, и еще после жизни, после смерти об освобождении обрести. Это то, к чему стремятся большинство преданных, еще прочее. Я ничего не делал, чтобы и здесь хорошо было, и в конце концов попасть в некий духовный мир, где там пыль, которая как ковер, которая мягкая, все удобно, все приятно, как бы, но это не духовный мир, это просто райская планета. Духовный мир это на самом деле адреналин конкретный. То есть, почему пандалы, они говорят, никому не говорите, что мы преданные Кришны. Почему они говорят? Потому что, если люди узнают, что мы преданные, они никогда не захотят с этим соприкататься, потому что, тот ужас, который им пришлось пройти, люди, они просто не понимают, о чем речь вообще. Но это подлинная духовная жизнь, находиться в этом драйве постоянно. Понимаете, царица Кунти, она молилась об этом, молилась о страдании. Почему? Потому что, когда страдания приходят, тогда нам ничего не остается, как Господу молиться, и Господь приходит в нашу жизнь, реально. Понимаете, он рядом с нами находится, реально помогает, реально объясняет, что делать, куда пойти. Но в этом нужном состоянии находиться. я не призываю сейчас, как бы, ну, сознательно пойти, там, впуститься во все тяжкие, чтобы попасть в какую-то схему такую сложную. Они испытания придут сами собой, когда, ну, готовы будем к этим испытаниям. У всех будет по-разному, у всех будет собственный неповторимый сценарий, у кого-то более трешовый, у кого-то менее трешовый. Ну, так или иначе, все эти испытания, они нужны. Как дойти до конца в эти испытания? А? Как до конца в верном направлении дойти в эти испытания? Такая молитва она ведет. Ой, что-то, и они пока, Господь, Бога. Просто на днях у нас просто произошла такая ситуация, вот мы столкнулись с мошенниками. Ну, понимаете, что-нибудь, мы прожили, вот я 20 лет общался, ну, почти, исключительно с преданными и забыл, что в этом мире, на самом деле, все идет своим чередом. Там по полной друг друга обувают, обманывают, там все кипит. С милыми улыбками, такими же, как у преданных, но люди, они просто наживаются. Вот, ну, какой-то момент времени мы попали в такую схему, что у нас, мы понимаем, что нас всегда все очень по-крупному. я приезжаю, думаю, а что делать вообще с этой ситуацией. Ну, и лег спать, думаю, ничего в голову не идет, и утром меня вот как подбрасывают в 5 утра, я помню, там 4, но я просыпаюсь, и у меня четкая картина в голове. Я сажусь читать мандру, я понимаю, что Господь мне как бы открывает, что вот это лило, когда пандалы играли в кости. Я начинаю понимать, в чем суть этой лило, что царь Ишхира, он не мог вообще выйти из этого. То есть, он вошел в эту игру, но он играл не ради того, чтобы этой самой играть, а ради того, чтобы показать, что преданность Идхарма, она гораздо выше всего остального. И он сознательно идет на то, что его обманут. Он знает, что его кинули. Но он идет на это. Почему? Для того, чтобы Господа прославили. Потому что по-другому нельзя. Потому что это его роль, и он должен ее сыграть до конца, невзирая на все страдания, которые потом должны будут выпасть на их долю. Понимаете, о чем речь? Такая конкретная трешовая ситуация. И я понимаю, что на самом деле это же милость, что мы попадаем в эти ситуации. Что мы должны на самом деле, у нас есть путеводители. И потом ты задаешь вопрос Вавода Камахаража. И он говорит то же самое. Он говорит, что на самом деле не говорите людям, что мы преданы. Потому что люди не захотят быть преданы. понимаете, о чем речь? Поэтому механическое поклонение оно до поры до времени. В конце концов у нас не путь Вайт Химарги, у нас путь Рага Марги. Но мы через Вайт Химарги, то есть Рага Марга это спонтанное поклонение из любви. А Путь Вайт Химарги это регулируемое поклонение. Но мы должны пройти регулируемое поклонение, потому что без этого никак. Потому что у нас нет любви сейчас. В процессе регулируемого поклонения через какое-то время возможно проявятся какие-то чувства. Понимаете, чем дело? Ну мы как школьники, мы учимся просто какие-то правильные действия, как правильно кланяться, как правильно предлагать, как правильно воспевать. говорится что когда придет рага естественно любовь ничего на внешнем уровне не изменится будет то же самое изменится только внутренние отношения мы уже будем там не заставлять себя идти на службу там риман повторять а будем спонтанно воспевать свое имя с любовью спонтанно поклоняться господу с любовью и спонтанно предлагать пищу потому что мы не можем не предлагать знаете чем ващналы отличаются от практикующих война ващналы они не могут не предлагать господа какие-то требования могут не поклоняться они не могут не ходить по святым местам они не могут не помнить о господи а мы просто постоянно забываем о господи там вот помощью каких-то практик там колокольчика пытаемся постоянно напомнить об этом цель как бы поэтому это помогает потому что грудер нам сказал у нас путь в айтхи марга хотя мы поклоняемся пути рага марга мы идем путем регулируемого поклонения силу того что мы больные души но наше стремление и нашу гуру они находятся из категории рага марга уже все наши гуру все наши гуру парампара находится в категории спонтанного любовного служения причем еще в определенной категории мы не будем рассказывать об этом ну какие-то эти вещи то это чисто очень такие глубокие субъективные вещи понимаете о чем речь все будет в процессе понимаете о чем дело вопрос понимаете вопрос времени и вопрос нашего усердия в духовной практике в городах он всегда говорил научитесь воспевать святое имя без оскорблений и все пройдет само собой переход происходит незаметно душа она в какой-то момент времени переходит и понимает что вокруг не материальными а трансцендентными хотя все на внешнем плане остается одним и тем же материальный мир отличается от духовного только тем что в материальном мире все для меня в трансцендентном мире все для Господа ну просто слушать сначала сначала мы повторяем мантру повторяем повторяем для того что убрать вирусные файлы сознания из ума вирусный файл это мимолетное и устойчивое желание когда это уходит приходит освобождение от ревида страданий от хиатмика от хидаевика от хибаутика то есть страдания от самих себя от физического и грубого тела страдания от других живых существ страдания от вышел жизнь катаклизмов и всего такого это второй этап когда душа получает освобождение за освобождением следует понимание что такое этот материальный мир что такое я какие наши взаимоотношения с этим миром дальше происходит понимание, какие взаимоотношения с Господом. Эти отношения постоянно углубляются. Эти процессы нужно все пройти. Это не то, что мы сели и сразу все произошло. Хотя, если один раз мы услышим Святое Имя, весь процесс безгранично ускоряется. Поэтому мы просто учимся. А обстоятельства нам помогают, потому что когда обстоятельства вкладываются таким образом, поэтому необходимо служение. То есть воспевание должно происходить в моем настроении служения. Мы поэтому должны на внешнем уровне иметь какое-то практическое служение. Когда мы ведем жизнь в служении, мы соприкасаемся со сложностями. И в какое-то время приходят такие сложности, что мы понимаем, что без молитвы мы ничего не можем сделать. И мы начинаем молиться Господу искренне. Проходя через эти сложности, мы начинаем обретать веру и опыт. Понимаете, чем я? Постепенно, постепенно происходит очищение. Все через это проходят. Нормальная ситуация. У вас есть гуру, и больше ничего не нужно. Гуру очень необычный. Так, ну что у нас? Еще вопросы есть? Поэтому у нас никогда не будет много народу. У нас всегда будет ограниченное количество людей. Потому что в принципе, в принципе, то, о чем мы говорим, это не для всех. Ну, это для людей, которые, ну, уже действительно нечего терять больше. Которым некуда больше идти. Которые уже дошли до такого состояния, что, ну, куда деваться? Вот что делать? Вот что в этом мире интересного может быть? Вообще, что оно? Это сплошное болото. Куда ни сунься, везде засады. Везде тошниловка. Ничто оно не принесет ничего подлинного счастья. Будет какая-то иллюзия, и счастья по поводу времени. Но если человек, он понял схему причинно-следственной связи, он поймет, что за всем, за всем сплошно стоит. А зачем такие ситуации Господь дает? Как-то хрэш с мошенниками, допустим. В итоге, конец этой ситуации, он в чем? Вот почему он, Махараш и Хиро, должен был принять? Это для чего? Потому что Господь, он хочет наслаждаться. А, он так наслаждается? Смотрите, вот неужели нам нравится смотреть этот унылый фильм? Ну, мы же постоянно к примеру приводим. Унылый фильм, все хорошо в жизни. Работу, с работы, поели. Никто же не любит такие фильмы смотреть. Все любят блокбастеры. А у меня, допустим, была такая же ситуация, да? Мы вот тоже месяц-полтора назад, и я поняла, что эта ситуация одна была для того, чтобы в конце я поняла, что это его игра, и бороться с этим просто не нужно, а просто нужно принять его полю. Нужно подыграть. Подыграть даже. Да. Может быть даже в негативной роли. Иногда бывает так. Конечно, мы можем сейчас сказать, так, ну, может быть демонами стать как бы, конкретно. Но демонами стать тоже непросто. Демоном быть для себя и для Господа – это разные вещи. Потому что настоящие демоны, настоящие демоны на самом деле – это не демоны, это преданные, которые исключительно погружены в такую конкретную аскезу, в трешовую деятельность ради удовлетворения Господа на уровне зла. А иногда почему-то такие роли начинают приходить. Не роли, а ситуации. Ты становишься, ну, не то, чтобы там милые, прекрасные, душистые, в принципе, как преданные должны быть, да? Терпение, смирение. Ну, как-то думаешь, ну, откуда, что надо быть и не такой? То есть это… Ну, всегда все по-разному. Можно понять все, чтобы было по-настоящему. На самом деле просто у нас есть определенная стезя, скажем так, да? И мы должны эту роль отыграть. И если мы молимся постоянно, да, если мы в молитвенном состоянии, мы начинаем видеть эту стезю и мы понимаем, что нам делать. Ну, она, может быть, не проявлена там на далекую жизнь, но она на ежедневную, и мы можем видеть, что мы должны сегодня сделать. Вот. И мы в соответствии с этим должны просто понять, ну, чего от нас хочет Господь вообще. А для того, чтобы понять, что хочет Господь, мы должны слушать Гуру. Чего Гуру хочет. И потом, вот, в соответствии с тем, чего хочет нас Гуру, мы должны найти свою роль. Потому что Гуру, ну, скажем, ну, к примеру, я хочу, чтобы там проповедовали, да? Даже конкретному преданному может сказать, что я хочу, чтобы ты проповедовал. Но этот преданый может увидеть в своей роли, что его задача не проповедовать, а воспевать Харе Кришна просто. Ну, как Криседас Бабаджи Махараджи. Ну, он же, ну, воспевал только Харе Кристос, повторяю, он баджином занимался. Хотя на внешнем уровне, ну, Бутистанс Расвадь так уже говорится, что он был недоволен этим, но Криседас Бабаджи Махараджи явно видела свою роль именно вот в этой стезе. Понимаете, о чем речь? Это очень тонкие вещи. Понять, потому что, если человек находится на абсолютном уровне и абсолютно воспевает, ему, в принципе, не обязательно на внешнем уровне что-то делать и проповедовать. Ну, каждый должен понять, а другой должен, наоборот, идти проповедовать именно, вот как Прокупада Бахтилианта с вами. Он должен идти к каждому, говорить, рассказывать, причем влазить в такие схемы тоже. Прокупада тоже, ну, конкретно там, понимаете, просто мы даже не знаем, в какие он схемы влазил, такие ради того, чтобы просто проповедовал. Но, как тот понял свою роль, так и этот. Они как бы противоположны, казалось бы, деятели заниматься. Один Баджина нанет, другой Гошка нанет. Один проповедник, другой Баджину внутренним совершает. Один без другого невозможно. Лишь это началось даром охараться, он же не ездил, он сидел 20 лет в одной комнате. Просто совершал свой Баджин. Потом в результате этого Баджина все к нему пришли, и он начал раздавать эти богатства. Понимаете, мы должны понять, что мы способны. Возможно, мы не должны претендовать на то, что мы такие вот. Нам, может быть, нужно просто цветы торговать. Понимаете, в чем дело? Кому-то там на скоростных машинах делать, проповедовать этим. Понимаете? Ну, мы должны понять это все. И себя вот, как мы в это... То есть использовать... Потому что ничего же материального нет. Все духовное просто. Мы должны понять, что вот то, к чему мы предрасположены, это все нужно просто задействовать в служении. Абсолютно все. Это должно быть не на уровне ума. Должно быть настоящим служением. Жизнь... Ну, нужно превратить жизнь в служение. Наша жизнь, она вся была связана со служением. Все, что происходило с нами, это служение. Это не то, что там человек, он... Вот, я понял, ну, нужно сидеть дома, работать, или колокольчиком звенеть. Это уже, ну, в какой-то системе, конечно, служение, но, скорее всего, это подготовка к служению. Вот. В конце концов? Да, не знаю. В конце концов? Да, не знаю. общество преданных. Ну, когда оно уже есть, так замечательно. Ходишь, куда не пойдешь, в любой город приезжаешь, там преданные, там преданные. Можно сидеть, пообщаться. Можно помолчать вместе. Можно сделать что-то вместе. Приготовить. А на самом деле, мы вчера вот разговаривали. Ну, сама вот жизнь в преданности, она на самом деле настолько простая. Знаете, почему? Потому что вокруг чего... Ну, нужно понять, что мы находимся в относительном положении. Вокруг чего крутится наша жизнь? Самое главное, вокруг чего крутится жизнь у человека? Вокруг него самого. А? Вокруг него самого. Нет, ну, вокруг него самого... Это понятно. А вокруг чего? Вот что для нас главное в этой жизни? Поспать, покушать. Правильно. Поесть и поспать. Вот и все. Особенно поесть. Поспать уже само собой получается. Вот поесть это проблема, потому что нужно заработать деньги, там и все что-то. Поэтому понять, что вся жизнь человека крутится вокруг еды. И никто не может сказать, что я там отрекусь от еды, там стану там мистиком, там научусь дышать правильно, там буду прокачивать каналы. Да это, ну, может быть, единицы там в Гималаях живут. То бессмысленно, потому что, ну, у них преданности, мущества нету. Поэтому еда самое главное в нашей жизни. Эту еду нужно трансформировать в просад. Просто есть самим просад и другим давать просад. И больше вообще ничего делать не нужно, ну, кроме воспевания святого имени. Потому что когда мы воспеваем, мы понимаем, каким образом еда превращается в просад. И все, понимаете, воспевать, почитать просад и делиться просадом. И все остальное делать только ради этого. Работать ради этого, понимаете. Покупать хорошие плиты ради этого, понимаете. Дома строить ради этого. Все ради этого происходит. В конечном итоге, правильно? Без еды никуда, все остальное теряет смысл. Это пока вы сыты. Пока человек сыт, он думает, что так... Человек стоит немножко поголодать, он понимает, что... Вам это еда. Вы еще не голодали просто. Нет, просто у меня есть знакомый, который 45 лет и спокойно пошел. Ну, пока. Прошли, потом, ну, еда и еда. Ну, что? Ну, это пока. Это все на уровне моментового энтузиазма. Когда дается энергия. Человек не понимает. Почему это? А скетно? Вольно? Что его знаете? Нет, я понимаю, о чем речь идет. Человек, он, допустим, начал заниматься сыроедением. Например. И на этом уровне где-то у него произошел всплеск энергии. И на этом всплеске энергии он пишет целую книгу. Понимаете, о чем дело? Ну, то, что человеку происходит через 10, через 20 лет, никто не говорит. А через 20 лет этот человек пишет противоположную книгу. Люди, ни в коем случае не занимайтесь сыроедением. Я вам пример просто. Даже образный. То же самое с голоданием и со всем остальным. Пока нету преданности, пока нет преданности. Все это пустые звуки. Понимаете, что мы делаем? Вот если есть преданность, то неважно, голодать или есть, или еще. Если есть преданность, то есть все. Понимаете, что все должно быть для утворения Господа. И аскеза для утворения Господа. И еда для утворения Господа. Все должно быть для утворения Господа. Но если этого нету, если этого нету, все это просто другой способ утверждения, самоутверждения в этом материальном мире. Понимаете, о чем речь? Поэтому мы говорим, что нужно подойти просто трезво и правдиво к самим себе. Чего мы хотим вообще на самом деле. Можем ли мы без еды жить? Можем ли мы жить без любви? Понимаете, что делать? Можем ли мы делать какие-то вещи? Мы поймем, что ничего мы не можем. Поэтому научиться ценить общество преданно, почитать с ними просад – это самое главное. Поэтому переходим в самую главную часть нашего биоприятия – постевание цветовыми, которое плавно будет перетекать почитание Махапросады. Продолжение следует... Продолжение следует...